Федеральный проект по формированию современной городской среды делится на две части. Первая – это благоустройство скверов, парков и других общественных пространств. Вторая – работы на придомовых территориях. Во Владивостоке, как и в других городах Приморья, такая программа реализуется впервые. Действительно, впервые, в принципе, за все время выделяются какие-то средства на ремонт, в том числе, придомовых территорий. То есть средства из федерального бюджета, из краевого бюджета. Ну, пока средства, скажем так, достаточно, чтобы это сказать, довольно скромные пока. То есть у нас пока средства субсидий ожидаются на именно ремонт придомовых территорий в размере около 44 миллионов рублей на этот год. Ну, надеемся, дальше это будет как-то больше. Из 79 заявок горожан на благоустройство придомовых территорий пока выбрали 49 дворов. Список сформировали на заседании общественной комиссии, в которую вошли представители общественных организаций, органов власти и активисты Владивостока. Каждый двор оценивали по нескольким критериям. А дополнительные баллы можно было получить, представив собственный дизайн-проект территории. Оценивалось, что возраст дома, чем старше, тем больше баллов, состояние придомовой территории, то есть пошли по какому пути, что чем меньше всего во дворе, тем больше баллов дом набирает. То есть если у дома есть детская площадка, спортивная площадка, освещение, относительно нормальные тротуары и так далее, то, соответственно, он получает меньше баллов. Специалисты предупреждают, что в перечень работ входит асфальтирование, установка освещения, лавочек и урн. Ремонт придомовых территорий, оформленных жильцами в собственность, финансировать из бюджетных средств запрещено. Также условия программы не позволяют направлять средства на капитальные вложения, например, реконструкцию ливневых канализаций или подпорных стен. Анна Бережная, Андрей Макаров, Новости на Восьмом.